МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! В эфире программа «Время Союза» и я, ее постоянный ведущий Игорь Угольников. Вести нашу передачу сегодня мне поможет, как всегда, мой первый заместитель в теле радиовещательной организации Союзного государства, известный белорусский журналист Юрий Гроеров. Рад приветствовать всех вас. Хочу напомнить, что, как всегда, мы ведем программу «Время Союза» из телевизионной студии Института журналистики Белорусского государственного университета. Для всех граждан нынешнего Союзного государства и жителей бывшего Советского Союза 2015 год – год особый и знаменательный. Это 70-е годовщина нашей общей Великой Победы в Великой Отечественной войне. И все эти 70 лет мы помним о подвиге наших отцов, дедов и прадедов, сложивших свои головы за нашу и вашу свободу. До последней капли крови защищали они наше, тогда еще общее Отечество, от вероломного врага нацистской Германии. От Третьего Рейха, вождь которого Адольф Гитлер провозгласил исключительность германской нации, ее расовое превосходство и неотъемлемое право на мировое господство, на расширение жизненного пространства. И ведь удивительно, но вопреки здравому смыслу и исторической правде, именно в год 70-летия Великой Победы услуживая историки и угодливые политологи всячески стараются умолить ее значимость, пытаются забыть, что именно Красная Армия принесла освобождение многим странам и народам Европы. Почему же это происходит? Что за всем этим стоит? Для того, чтобы найти вместе с вами ответы на эти вопросы, мы собрались сегодня здесь, в этой студии. И теперь самое время познакомить вас с нашими гостями и экспертами. Нина Антоновна Лыч, председатель Общественного Объединения Белорусская Ассоциация бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Научный директор Российского военно-исторического общества, доктор исторических наук Михаил Юрьевич Мехков. Рад вас видеть. Заместитель директора Белорусского государственного музея истории Великой Отечной войны Анна Васильевна Галинская. Вячеслав Дмитриевич Селеменев, кандидат исторических наук, главный архивист отдела публикации Национального архива Республики Беларусь. А также заместитель исполнительного директора Российского военно-исторического общества, которому я также принадлежу, историк Владислав Александрович Кондов. И Сергей Григорьевич Мусиенко, политолог и социолог, руководитель аналитического центра ЭКО. Друзья, мы совсем скоро начнем нашу дискуссию, а пока внимание на экран. Это не пешие прогулки безобидных старичков. По улицам столиц Прибалтики, моей родной Риги, а также Таллина и Вильнюса шагают ветераны СС. Фашистские недобитки и нацистские преступники. Национал-шовинисты всех мастей и наследники коричневой чумы. Вместе с ними, как видите, молодежь, подростки, даже дети. Именно в их рядах все они ищут своих героев и примеры для собственного подражания. Интересно, был бы жив мой дед, как бы он отреагировал на это шествие в Риге. Я думаю, что мои деды реагировали бы так же. Вали оттуда! Зачем они вылезли на свет Божий? Чего добиваются? Неужели жаждут заявить о себе как о политической силе? Невольно подумаешь, почему так живуч нацизм? Итак, компетентное мнение наших экспертов, политологов, историков. Давайте начнем с вас. Почему так живуч нацизм? Объясняется достаточно просто. Объясняется общим уровнем исторического образования, общим уровнем исторической культуры, на который накладывается какой-либо из комплексов неполноценности. И мы получаем шествие неонацистов по европейским столицам. Это страшная вещь. И самая главная причина, почему это происходит, это как раз, когда забывают уроки истории. Ведь всего 70 лет прошло с того момента, когда Третий Рейх и весь этот миф о возможности существования сверхчеловека и возможности построения государства, основанного на какой-то сверхидее, объединяющего сверхрасу. Вот всего 70 лет, и мы видим, что такое, к сожалению, происходит, и во многом, в том числе, благодаря попыткам исказить историю, исказить то, что на самом деле происходило тогда, в годы Великой Отечественной войны, и сразу после. Михаил Юрьевич. Знаете, я когда смотрел эти кадры, мне сразу вспоминалось донесение наших дипломатов в 1939 год. Рига, Межипарк, то же самое. Шествуют мальчики, взрослые люди в коричневых щелках, кричат «Халь», кричат «Здравствует нация!». Я думаю, что нацизм, он все-таки имеет исторические какие-то, культурные корни. И вот здесь вот, когда мы вспоминаем те события той далекой давности, мы должны думать о том, что фашизм, нацизм, он пришел из Европы. Из Европы. Не только Германия. Тогда фактически очень многие страны Европы были заражены нацизмом. Комплекс вины, определенной, что мы самые высшие расы, и мы исключительные, он проявляется сегодня как раз в этих шестях тоже. Сергей Игоревич. Я, знаете, не согласился бы, что у них комплекс неполноценности. Они потому и вышли, что проверяют нас на слабо. Как мы отреагируем, как Европа отреагирует. Почему эти малые народы? На Нюрнбергском процессе не удалось их признать преступниками. И у Наунсо, не в Афен-СС, хотя СС – преступная организация. Они этим пользуются. И они нас сейчас проверяют на нашу реакцию. Почему 70-летие обострения это выходит? Уходит то поколение, те реально преступники, которые воевали с Красной Армией и порабощали Европу. Надо зацепиться. Надо их, как носителей, выпустить на улицу. Их дети, их внуки как-то продолжат дело. Они неполноценными себя никогда не считали. Это как раз признак нацизма и фашизма. Это какая-то социальная группа, которая себя считает сверхчеловеком и с оружием в руках, используя различные методы, заставляет окружающих верить в это и знать. И мы это видели в Беларуси, когда уничтожено больше 5000 сел, деревень, городов. Я бы выделил здесь два момента. Первое, это то, что нет мощного осуждения на международном, государственном, причем уровне, всех проявлений фашизма, нацизма. Но там это пользуется еще и поддержкой государства. но это на... Дело в том, что я имею в виду со стороны стран Европы, Соединенных Штатов. Второй момент. Дело в том, что вот мы говорим абстрактно, военные преступники, что конкретно стоит за вот этими словами. Возьмем такой пример. В феврале-марте 1943 года в Беларуси было проведено на территории трех белорусских районов была проведена крупнейшая карательная операция «Зимнее волшебство». Красивое название. Что за ней стояло? Значит, руководили этой операцией немцы. А главной ударной силой являлись латышские полицейские формирования. Восемь полицейских батальонов латышей. вот они были главной ударной силой в этой операции. Результаты операции. Сожжено 439 деревень на территории вот этих районов. Убито около 13 тысяч мирного населения. Около 7 тысяч вывезено на принудительные работы. В основном в Латвию. На Западе вообще не знают об этих фактах. Понимаете, конкретно то, что они делали. Не говоря уже даже здесь у нас в Беларуси и в России мало кто об этом знает. Но самое интересное, что Российский фонд историческая память на основании вот этих материалов подготовил выставку «Угнанное детство», которая рассказала о судьбах вот этих людей, которые были угнаны на принудительную работу в Латвии. Когда была сделана эта выставка, как прореагировало правительство Латвии? Оно запретило создателям Дюкову, который руководил созданием этой выставки, въезд в Латвию. Для того, чтобы мы с вами точно понимали, я вам засчитаю определение фашизма. Фашизм – это политическая идеология, основанная на тотальной власти государства, полного подчинения личности социуму. Для данного течения характерно наличие культа личности правителя, однопартийной системы управления. Но, Игорь, в Советском Союзе во времена Сталина мы ведь тоже примерно имели. Вот смотрите, правильный вопрос. Ну вот я читаю окончание определения фашизма и озвучиваю его ключевую составляющую. Постулирование превосходства одной нации над другими народами. А? Понятно? А основой советской идеологии, как Юра говорит, был интернационализм и равенство братства между народами. И вот оно, основное отличие. Значит, нацизм это то звено, которое неминуемо превращает однопартийный тоталитарный режим в фашистское государство. Скажите, так ли это, Сергей Григорьевич? Безусловно, правда, в ваших словах есть. Какое базовое отличие, Сергей Григорьевич, фашизма от нацизма? Вы знаете, очень много определений есть у фашизма и у нацизма. И часто в советской историографии смешивали это понятие до дефиса, немецко-фашистское захватчик. И здесь, наверное, слово и надо вставить, потому что был там, условно говоря, румынский фашист православный, и это было 260 тысяч штыков на Восточном фронте, и они присутствовали. Или был фашизм Муссолини, у которого в первом правительстве входило 6 или 7 евреев, включая министра финансов и главу Носбанка. То есть отношение к евреям отличало сильно фашизм и нацизм и вообще к меньшинствам как таковым, потому что Муссолини ставил свои задачи в возрождении Римской империи и даже на определенном этапе были очень сильные стычки между фашистами и нацистами. То есть австрийские нацисты свергли канцлера фашиста в Австрии и таким образом получили аншлюз через определенную... Я правильно понимаю, чтобы мы просто вот опять не свели до дефиса фашизм и нацизм. Фашизм это форма правления, а нацизм это все-таки идеология. Но я думаю, что и другое идеология. И здесь и здесь присутствует идеология. Вы знаете, есть такое определение, которое несколько отличает все-таки фашизм как религию. Вы понимаете? Да. Это преклонение лидеру. В нацизме тоже есть преклонение лидеру. Понимаете, нацизм и фашизм... Само отношение фашизма к религии, то есть католической, православной, оно было позитивное, да? А нацизм не воспринимал. Это к нашим языческим корням религии здесь нет на месте. У немецких солдат, которые шли на Восточный фронт, на ремнях, на пряжках, как вы думаете, год с нами, Бог с нами. И здесь, понимаете, нацизм, это есть идеология, это руководство к действиям. И вот то, что вот главное, это практика. Вы понимаете, вот когда мы заходим в теоретические обоснования, вот здесь практика. То есть этот сверхчеловек имеет право на то, чтобы утверждать свою волю. Я расскажу случай своей семьи. В 42-м году в дом, где жил мой отец, пришли на посты солдаты вермахта, прикладами выталкивали бабушку и отца с сестрой из дома. Она сопротивлялась, закрывала голову руками, да? Им это не понравилось. Они в присутствии пятилетнего отца и семилетние сестры его просто на пороге дома ее раздавили прикладами, не тратили патронов. Это солдаты вермахта, которые не получили на Нюкбергском процессе никакого обвинительного заключения, да? То есть вы понимаете, это глубже намного. То есть были люди, которые считали, что они так могут делать, потому что им разрешил верховный вождь. Да. Я хотел бы еще добавить одно слово, да? То, что вы правильно абсолютно сказали. Нацизм. Ты виноват лишь в том, что ты родился таким. По праву крови ты должен быть уничтожен. Ты еврей, цыган, славянин. Нацистская идеология и действие предусматривает то, что ты должен быть уничтожен, либо от тебя очищена та или иная территория. Здесь должна жить арийская нация, немецкая арийская нация. Может быть, по ранжиру идут те нации, которые чуть-чуть ближе продвинуты. Там итальянцы, японцы, может быть, шведы. Все остальные просто-напросто должны исчезнуть. Вот что такое нацизм. И нацизм, действительно, руководство их действия, они хотели действительно очистить, воплотить на практике вот свою расовую идеологию. Потому что мы судим сейчас не только идеологию, а и действия, которые они совершили на нашей земле, прежде всего. И страшные действия. И страшные действия. Возвращаясь с войны домой, наши солдаты передавали друг другу наказ. Живи и помни. Помни погибших товарищей, сожженные врагом деревни, разоренные города. Помни зверства нацистов, всех замученных ими людей. Передавай живую память сердца от отца к сыну из поколения в поколение. Историческая память, вроде бы, такая надежная прививка от нацистской заразы. Но, как оказалось, не всегда и не везде. Живи и помни. Помни преступление нацизма. Именно так называется выставка Российского военно-исторического общества, которая недавно проходила в Москве, а теперь движется по российским городам. Внимание на экран. Москва. Малый Манеж. Выставка «Помни. Преступление нацизма». Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Паренек листает страницы на сенсорном экране. Мультимедийная экспозиция российского военно-исторического общества устроена так, что историческая правда о войне шокирующая, трудная. Подана она в привычном для подростков формате. Было страшно видеть фотографии всех погибших на войне. Было немножко страшновато в этой печке, в которую мы заходили. Я никогда не забыл немецкий лагерь расстояние, потому что они жестоко издевались над нашими солдатами, убивали очень много людей. Концепция выставки в представлении трех сторон войны. Преступника нациста, жертвы нациста и советского солдата-освободителя. Два зала с девятью тематическими композициями проводят зрителя через все ужасы страшного периода истории 30-40-х годов прошлого века. Многое из представленного ранее не демонстрировалось из этических соображений. В частности, подробности финансирования предвыборной кампании Гитлера. Крупные промышленники и в том числе даже не даже, а Генри Форд, который спонсировал и имел высшую награду Рейха, он же спонсировал фашистов. То есть Америка приложила к этому очень большую роль в ходе развития национал-социалистического движения. Здесь нет равнодушных лиц, не слышно легкомысленных высказываний. Значит, тронуты души, проснулась генетическая память. И такое пробуждение для многих становится шоком. Только тут многие осознали масштаб нацизма. Из 18 миллионов жителей Европы, оказавшихся в гитлеровских концентрационных лагерях, было уничтожено свыше 11 миллионов человек. Об этом нельзя забывать, как и о том, что освобождал Европу советский солдат. Миллионы людей стали жертвами не просто ужасов войны, а целенаправленной истребительной политики нацистов, которую они осуществляли на территории Советского Союза. В современном информационном пространстве, особенно зарубежном информационном пространстве, кому-то, видимо, очень хочется, чтобы люди, во-первых, забыли позор некоторых помощников нацизма, да, и их преступления, которые они совершили под руководством Гитлера, вместе с Гитлером, а их наследники идейные, они поднимают голову и иногда совершенно спокойно признаются в своих симпатиях или принадлежности к разного рода праворадикальным организациям. Эта выставка напомнила соотечественникам и рассказала молодежи, как на самом деле происходило освобождение Европы, какую цену пришлось заплатить за победу, и что могло быть, если бы победил германский фашизм. Михаил Юрьевич, а вот кому пришла в голову мысль именно вот так, как сейчас мы видим на экране, начать экспозицию этой выставки? Оформить самое начало экспозиции? Мысль о выставке, конечно, была давно, еще до событий, которые происходили в Киеве, на Майдане. Вообще, инициатором это был наш председатель Российского военно-исторического общества Мединский Владимир Ростиславович. Потому что до мелочей буквально повторяется то, что происходило в 33-м, в 30-х годах в Германии и то, что происходило потом на Майдане. Факельные шествия, убийства, ненависть, которая вот сквозит людях тогда и сквозит сегодня опять-таки на Украине, желание очистить свою территорию, сделать ее расово полноценной и убрать остальных, кто считается недочеловеками, кто считается врагами. Тогда это были славяне, евреи, цыгане. И чтобы показать миру, и прежде всего молодому поколению, мы и хотели создать эту выставку, но чтобы эта выставка была предостережением. Не просто показать, как оно было, а люди, помните, то, что фашизм, он не исчез навсегда. Он опять возрождается, возрождается, может, в других формах и так далее, но мир нужно беречь, и необходимо беречь его обязательно от фашизма, от нацизма, от этой коричневой чумы, чтобы никогда оно не повторялось. Мне кажется, что молодое наше общество, оно не всегда реагирует на те документы, которые мы им показываем. Вот есть документ архивный, читай. Кто это составит читать? Но когда эта выставка будет эмоциональной, когда она захватит его, когда она будет влиять на чувства, то, что он будет сопричастен к тому, что его предки, его родители, они воевали, проливали кровь, умирали в этих страшных концлагерях, то, что он наследник той памяти, которую он должен хранить и сохранять. Вот мы пытались сделать, чтобы эта выставка была именно такой. Вы знаете, вот в Берлине была выставка, где они тоже осуждали нацизм. Вот есть нацисты, есть остальное общество. Мы осуждаем нацистов, гестаповцев, Гитлера, Гиммлера, Мюллера, да. А вот как бы остальное общество здесь, немецкое общество в то время ни при чем. Мы как бы были в стороне, мы не осуждали... А вот Сергей Георгиевич только что рассказывал, как ни при чем, да, солдаты вермахта что делали, и они не стали как бы присутствовать. Абсолютно верно. И вот здесь возникает такое, а как же вы смотрели, а как вы одобряли вот эти шествия, почему вы ходили сфательными шествиями, почему вы были на фронте и пользовались благами парити вот в Освенциме, ведь носили немецкие женщины, золото, которое вырывали, извините, из зубов, этим пользовались стоматологи немецкие. Вот это общество, оно было поражено тоже геномом вот этого нацизма. И сегодня, когда вот эта выставка, допустим, наша приедет в Европу, я боюсь, что у многих она вызовет неприятие, потому что они чувствуют, что да, это мы, они увидят себя в этом, и они боятся, боятся того, то, что они увидят как в зеркале свое отражение, то, что сегодня происходят такие же самые процессы, и они боятся этих процессов. Геном нацизма не уничтожен. Что становится вот питательной средой появления нацизма и, более того, повторения и возрождения его в наши дни? Вы знаете, много, вот когда Гитлер пришел, мы знаем, и был Версальский договор, неудовлетворенность, был экономический кризис, но было еще и желание стать превыше. Вот немецкая нация, прекрасная культурная нация, и вдруг происходит что-то, да, были внешние причины, но желание выделиться, желание стать исключительным, видимо, было не же то тогда. Советский солдат попытался загнать это вглубь, но очевидно, это опять... Я дополню коллегу и вернусь все-таки к идее о комплексе неполноценности. Дело в том, что никогда психически больной человек не признается в том, что он психически болен. Точно так же любой народ никогда не будет говорить о том, что у нас комплекс неполноценности, тем более, что мы стремимся захватить мир. На мой взгляд, этот комплекс появляется тогда, когда начинаются эксперименты с историей. Так было в Третьем Рейхе. Что пытались забыть немцы? Немцы пытались забыть унижение в Первой мировой войне. Что происходит сегодня на Украине? На Украине пытаются забыть тысячелетнюю историю, совместную с Россией. Пожалуйста, все. Посмотрите, кому было выгодно и кто воспользовался итогами Первой и Второй мировой войны, вам многое станет понятно. 27 миллионов жизней наших сограждан. Такова цена великой победы над нацизмом. Такова цена последующих 70 мирных лет на земле. Гитлер жаждал с маниакальным упорством, чтобы славянство потеряло свою состоятельность на просторах Европы. И не только славянство, недочеловеки должны были по замыслу нацистов превратиться в рабов. Любопытно, что Гитлер пришел к власти, и мы об этом уже упоминали сегодня, не только благодаря политическим интригам и путчам, но и в результате фальсификации так называемых свободных выборов. И среди главных преступлений нацизма против человечности особое место занимает Холокост. Судьба немецких евреев решилась 15 сентября 35-го года. Появились нюрнбергские законы о защите немецкой крови и немецкой чести. Частота немецкой крови является законом существования немецкого народа и гарантирует существование немецкой нации во все времена. Браки между евреями и государственными подданными немецкой или родственной крови запрещены. Еврей не может быть гражданином Рейха. Он не имеет права голоса в политических вопросах и не может занимать должность в государственных учреждениях. Евреем считается лицо, среди предков которых во втором поколении имелись не менее трех лиц еврейской расы. Холокост. Всесожжение. Уничтожение огнем по-гречески. Так названо уничтожение шести миллионов евреев нацистами и их помощниками в годы Второй мировой войны. Не все жертвы нацизма были евреями, но все евреи были жертвами нацизма. Нацисты отказали всем евреям в праве на жизнь. Нина Антоновна Лыч прошла четыре нацистских концлагеря, в том числе и Освенцим Самый Страшный. Там погибли ее мама и брат. Свой лагерный номер 65-950 она помнит наизусть до сих пор. Что же, на ваш взгляд, Нина Антоновна, было причиной, основой вот этой звериной жестокости? Когда началась война, отец ушел на фронт. Мы остались с матерью и с братом. Жили в деревне недалеко от Витебска. В то время начали создаваться партизанские отряды. И мой двоюродный брат, Михаил, ушел в партизанский отряд. В это время мы прятались, наша семья пряталась то у бабушки, то у дедушки, то когда начинались, вот как говорили здесь с архива, начинались большие карательные операции под кодовыми названиями. Мы прятались в щелбовских лесах. Такие были под сурожем большие щелбовские леса. Нас в одной из карательных операций нас тоже схватили, меня, маму и брата и в октябре месяце вывезли эшелоном. Это была команда СС и вывезли нас эшелоном в Освенцим. В Освенциме, когда пришли поезда, нас рассортировали кого куда. А нас в это время было 240 детей в этом эшелоне ехало. И нас отправили, как обычно, помыться в баню перед тем, что помыться в баню. Но эта баня была создана таким образом, что когда начинала немножечко капала вода и потом включался туда газ циклон Б. И еще бы немножечко какое-то мгновение и мы бы оказались бы уже тоже пустили газ. Но прибежал эсэсовец и остановил это. В то время действовало эсэсовское такое предположение или что-то, что детей прибывших с Витебска, потому они были похожи на рейскую расу. У них была первая группа крови и они подлежали для дальнейшему онемечиванию и чтобы превратиться в рабов рейха. Нас остановили, потом поставили в шеренги и начали накалывать номера. Ребятам, мальчикам шестизначные номера, девочкам и матерям пятизначные номера. И так мне накололи номер на левой руке шестьдесят пять девятьсот пятьдесят. Вот, значит, нам наклеили такие вот метки. Вот это красное, это называется политическое. Р, это русский. Я так в неполных четыре года стала политической русской. Мы продолжим разговор вместе с вами и воспоминания о тех годах страшных. Но я еще раз хотел бы обратить ваше внимание на экран. Кадры, которые вы сейчас увидите, конечно, смотреть без содрогания просто невозможно. Их везли в вагонах для скота по сто, по сто двадцать человек в каждом. Они умирали от жары и жажды. Многие сходили с ума. Тут делают свободным, написано на воротах лагеря. Их ждали газовые камеры. Евреи, цыгане, русские, украинцы, советские военнопленные, французские, немцы-коммунисты, священники, женщины, старики, дети. У всех впереди была смерть. Узник Освенцима, Курт Гольштейн о самом страшном лагере. Каждые 14 дней пребывали новые заключенные. Начиналась селекция. Ко мне подходили новые и говорили, в Биркинау моих жену и детей направили в другую сторону. Может быть, я смогу их увидеть? И тогда мне приходилось говорить, знаешь, не надейся, их в тот же день отравили в газовой камере. Это были самые страшные дни в моей жизни. Каждые 14 дней мне приходилось говорить, твою жену и детей уничтожили в газовой камере. это и сейчас не очень тяжело, невыносимо вспоминать. в газовой июня. ВЗРЫВ Нина Антоновна, а как вам удалось выжить в этом аду? Во Свинцаме было более ста бараков. Мы попали с матерью в барак, где вместе с матерями находились дети. Нас тоже выводили на апель. Мы стояли тоже под дождем и под снегом. А куда выводили? Выводили куда? Апель. Это построение такое, когда проводили немцы, считали, из бараков выгоняли и остановили, проводили проверку, и дальнейшие операции они делали. Допустим, если рассчитайся на десятого, или какого-то там тебе попадала доля такая, что ты должен идти или на эксперименты, или в печи крематория. Всякие были опыты, всякое было всё. Посвинцами долго не держали. Если тебя не уничтожали в печах, то более которые немножко были старше, их выводили на работу. А нас держали с матерями вместе. И в один день пришли эсэсовцы и сказали матерям, что нас отправляют более типа как в санаторий, более такое условие улучшенное для детей. Но на самом деле нас, матеря, это было страшно, когда отделяли детей от матерей. Матеря некоторые сходили с ума, некоторые падали в обморок, но они ничего не могли сделать, они были бессильны. Нас отправили, ещё отправили в следующий лагерь. Это было под улицей, пиляло с Венцима. То есть у вас уже одно без матери? Да, детей отделили всех и отвезли туда. Попали мы под улицу, лагерь, большой лагерь тоже был, где было два барака, когда нас привезли, окружены колючей проволокой, и на воротах было написано «бандитер-киндер». Это дети бандитов. В этом лагере мы пробыли полгода, где был у нас забор крови. Ты забор крови лежал, или немец лежал, или вызывали тебя, переливали, прямое переливание крови, потому что, как я уже сказала, это дети были с первой положительной группой крови. И дальнейшая судьба их уже была предрешена. Для того, чтобы пополнялась кровь у нас, нас заставляли бегать вокруг бараков. Ну и немножечко давали там кусочек маргарина, там кусочек чего-то, детская кровь, она быстро пополняется. Там мы пробыли полгода. Полгода, естественно, у меня там остался брат. Он похоронен на кладбище там, тоже в этом городе. Полгода прошло, нас опять-таки уже, коль мы остались живы, перевезли в четвертый лагерь. Это был Константинов под Лодзью, лагерь, где уже, как мы говорили с вами, детей начали уже анимечивать. Ведь дети забывают очень быстро родной язык. Это был уже 45-й год, и Красная Армия, благодаря тому, что Красная Армия освободила нас, мы остались живы. А вы помните этот момент, когда вас освобождали? Ну, конечно, мы же все-таки уже начали, где-то уже под 6 лет мне было тогда. Это были... Мы прятались, начали стрельба, мы прятались, а потом мальчишки посмелее вылезли и говорят, что танки вот идут, красные звездочки какие-то идут на шапках. Мы выскочили, все кто мог оттуда. И это было какое-то всеобщее ликование, то, что мы опять остались живы. Дай Бог вам здоровья. Спасибо. Мы располагаем хроникальными кадрами подписания позорного Мюнхенского пакта за документированного факта предательства Великобритании и Франции своих союзников Чехословакии и Польши. Яд нацизма разъедал мир. 19 марта 1938 года немецкая армия вошла в Австрию. 200 тысяч австрийских евреев были выданы на расправу нацистам. 29 сентября 1938 года британский премьер Чемберлен и французский президент Довадье Гитлер и Муссолини подписали позорный Мюнхенский пакт. Чемберлен и Довадье предали своих чехословакских союзников и согласились на аннексию судет. Через полгода Гитлер захватил Чехословакию. Ну что ж, у меня вопрос к нашим экспертам. Какие исторические параллели вызывают эти кадры у вас, что у Европы с памятью? Я хотел бы сказать, после подписания этого Мюнхенского пакта посол Соединенных Штатов Испании заявил, что полтора века назад за такой бы мир Чемберлен посадили бы в Тауэр, а Довадье казнили бы на гильотине. Правильно сделали. То есть это было действительно предательство. Предательство, которое совершили с одной стороны демократы, либералы, западные страны, Чемберлен, Довадье и сговорились с нацистами, то есть с фашистами. Это Муссолини и Гитлер. И им это не зазорно было, потому что они понимали, что Советский Союз, он отдаляется в сторону. Без него обойдемся. Они хотели действительно обойтись без Советского Союза в этой системе международной безопасности и более того, они хотели пустить вот эту нацистскую агрессию именно против Советского Союза, чтобы она пошла на восток и снесла бы. Они бы таскали каштаны из огня чужими руками. Вот какой был замысел тогда вот этого Минского пахта. Для нас это было предупреждением. И сегодня, мы как раз вот, когда параллели просматриваем, они четко просматриваются. И сегодня, то, что происходит сегодня в Европе, когда совершаются договоренности, например, во время расширения НАТО, договариваются та или другая страна за спиной России. То, что хотели сделать на Украине за спиной России. По сути дела, это звенья одной цепи. Вы хотели бы что-либо прибавить к словам вашего коллеги? Сегодня мы видим повторение Мюнхена. Сегодня на наших глазах это делается. Запад в угоду того, чтобы натравить Прибалтику, Украину, на Россию, закрывает глаза на все, что там происходит. Комментирую ваши слова. Смотрите, вот цитата 73-летней давности сценограмма выступления депутата Пантелеймона Пономаренко, первого секретаря Центрального комитета Компартии Беларуси на очередной сессии Верховного Совета СССР. Вот что он, в частности, говорил в те тяжкие дни с 42-го года. Никогда за всю свою национальную историю белорусский народ не подвергался такой опасности. Речь шла и идет о жизни или смерти целого народа. Жесточайшим террором, бессмысленными убийствами гитлеровцы рассчитывали запугать белорусский народ. Конец цитаты. Всего на оккупированной фашистами территории Беларуси было создано более 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения людей. По далеко неполным данным в них нацисты уничтожили свыше 1 миллиона 400 тысяч человек. Концлагерь Азаричи просуществовал в Полесских болотах всего 10 дней. Но для 50 тысяч узников эти дни превратились в вечность. Открытая площадка, обнесенная по периметру колючей проволокой и с заминированными подходами. Заключенные размещались в центре гиблого болота. Все эти люди стали невольными участниками секретной операции под кодовым названием Эскулаб. Говорят, что к ее планированию приложил руку сам Гитлер. Цель операции создать живой щит против наступающих частей Красной Армии. Для этого нацисты заразили всех узников Азаричей сыпным тифом. Советская армия предпримет попытку освободить узников, оказать им помощь. И таким образом произойдет заражение действующей 65-й армии генерала лейтенанта Батова. И в результате заражения боеспособность советской армии на определенный период будет снижена. Алла Александровна Осипова попала в лагерь смерти в 4-летнем возрасте вместе с мамой, бабушкой и дедушкой и тремя сестрами. В таком возрасте не все запомнишь, но 10 дней в Азариче ей намертво врезались в память, как и сотням другим выжившим в лагере смерти детям. Эти фотографии в местном музее как иллюстрации к рассказам переживших ужасы войны. Каким лагерь смерти увидели военные фотокорреспонденты. Теперь по этим фотодокументам уже потомки открывают страшную историю войны. Холод, голод и болезни в этих болотах не пережили 20 тысяч человек. Каждый год 19 марта сюда приезжают сотни людей, чтобы почтить их память и пройти маршем мира по страшным дорогам войны. У меня вопрос к вам как главному архивисту. Скажите, Веслав Дмитриевич, а вот насколько полно сейчас освещены события геноцида в Беларуси, которые проходили на этой земле? Остались ли белые пятна на карте военных преступлений нацистов здесь, в Беларуси? Действительно, издано очень много по этой проблеме, но все равно сегодня еще можно говорить, что, конечно, есть тема, которая требует освещения. С октября 2010 года в Беларуси осуществлялся международный проект повышения статуса спасшихся жителей сожженных белорусских деревень. Так вот, в рамках этого проекта мы занялись темой сожженных белорусских деревень. И с чем столкнулись? Оказывается, у нас за 70 лет после войны нет ни одного исследования по данной проблеме. Хотя в Беларуси, вот по нашим данным, уничтожено более 9 тысяч полностью, частично, белорусских деревень. Вот только один пример по данной теме. А скажите, какое место по количеству жертв вообще в скорбном мартирологии занимает концлагерь Тростенец? Ну, сегодня официальные данные 206 тысяч уничтожено там. И надо сказать, что документов по этому лагерю сохранилось очень мало. Те цифры, которые мы сегодня оперируем, это данные, полученные в результате деятельности ЧГК. То есть это подсчеты приблизительные. Дело в том, что немцы, уже когда в 43-м году чувствуют, что они терпят поражение, была дана команда уничтожить все следы мест массового уничтожения. То есть вот и в Тростенце там работала специальная команда Рюбе, которая сожгла все трупы расстрелянных там. То есть когда уже работала ЧГК, там трупов практически не было в местах этого уничтожения. Вот случай, который мы видели в сюжете о Заричи и попытка выставить живой щит перед Красной Армией, это разовая такая акция или есть в истории подобные примеры? Во всяком случае таких сведений вот о такой операции, во всяком случае это только о Зариче. Тем более надо сказать, что он вопрос об Заричах рассматривался на Нюрнбергском процессе, где признали, что действительно было страшное преступление, нам в 2001 году в Национальный Архив передали уголовные дела на немецких, на иностранных военнопленных интернированных, которые были осуждены за военные преступления и преступления, совершенные в лагерях. Так вот, среди этих уголовных дел имеются дела на генералов немецких, которые создавали лагерь Зарич. Мы уже говорили о том, что ведется постоянная работа по поиску и учету тех же сожженных деревень. Мы можем сегодня сказать, что мы точно знаем, сколько в Беларуси сожжено деревень, в том числе с их жителями. Мы сегодня изучили все документы, которые хранятся в наших государственных архивах республики. В частности, работали также в Государственном архиве Российской Федерации. И вот та цифра, на которую мы сегодня вышли, это 9060, но она не окончательна. Я хотел добавить ситуацию в России, наверное, тоже схожая. Совсем недавно наш поисковый отряд Российского военно-исторического общества работал в Ржевском равене, Смоленской области, и было обнаружено захоронение, где было найдено порядка 120 наших жителей, там были и вонопленные, и мирные жители. кто, как, и было ясно, что это многие из них молодые, то есть это подростки, стали копать уже непосредственно в архиве, в Центральном архиве Министерства обороны, выяснилось, что это была специальная акция, акция устрашения по ликвидации жителей деревни. Якобы была найдена сабля у одного подростка, и вот за эту саблю, по сути дела, были расстреляны и они, и жители, и военопленные. И мы не знали, ведь этот факт, он был абсолютно забыт, никто о нем не знал. Только после того, как обратились в архивы, в том числе немецкие архивы, а надо сказать, что вот немецкие архивы во многом еще не разобраны у нас. Вот проблема выявления, сколько деревьев уничтожено, сколько людей, она во многом зависит от работы именно с немецкими источниками. И вот после этой работы можно будет говорить о полном количестве вот этой цены, которую заплатили мы за... Понимаете, какая штука. Прошло, в общем-то, уже 70 лет после окончания войны, а мы, и мы каждый год, и ваше общество, и архивы, и белорусские, и российские, каждый год методично изучают, что-то ищут, находят, и за 70 лет мы до конца так и не можем посчитать и обнаружить все села и деревни, по ком звонят сегодня колокола Хатыни. Цветы и минута молчания в память о погибших. Каждый год Беларусь с болью вспоминает хатынскую трагедию. Они сгорели заживо в сарае 12 на 6 метров. Людей было столько, что невозможно было поднять руки. Жители Хатыни перед смертью видели, как горят их дома и смотрели в наполненные ужасом глаза их детей, отцов, матерей и дедов. 149 человек, среди которых 76 детей, сегодня вместе в братской могиле. выжило всего шесть. Пятеро детей и один взрослый. Виктор Желобкович, который обязан спасением матери, она прикрыла его своим телом. Он был ранен в плечо, потерял тоже сознание от боли и вот так пролежал до ухода фашистов под трупом самого дорогого на сети человека матери, который дважды подарил ему жизнь. Иосиф Каминский, тот самый взрослый, вынесший на руках тяжелораненого сына и стал прототипом непокоренного человека. Символа непокоренной Беларуси, которая в годы войны потеряла каждого третьего. В память о них эти три березки у вечного огня. Мемориал стал памятником не только жителям Хатыни, но и всем сожженным деревням Беларуси. Голосом скорби и трагедии стал колокольный звон. То, что Хатынь должна говорить, молодые архитекторы поняли, когда приехав изучать ландшафт, услышали пение жаворонка. Авторы шли ва-банк. Применять колокола в то время, когда советское государство продолжало борьбу с религией, казалось утопией. Но проект побеждает в конкурсе. Авторы ансамбля получают ленинскую премию. Центр у нас выделен в материале. Это гранит, это мрамор, это бронза. А вся Хатынь сделана из бетона. Причем все элементы Хатыни, сейчас мы подойдем к дому, они сделаны сборно-разборными, как ни странно. Они все сделали в Минске. И как конструктор только сюда привезли и собрали. Реальный природный ландшафт не был изменен ни на сантиметр. Эти 49 гектаров Левин, Градов и Занкович исходили вдоль и поперек. Сами искали остатки фундаментов всех 26 домов, чтобы с документальной точностью возвести на месте хат обелиски с теми самыми колоколами. Анна Васильевна, скажите, удалось ли гитлеровцам сломить дух белорусских партизан? И ваш музей, сама история вашего музея проливает свет истины на эту драматическую героическую ситуацию? Ну, ответом на этот вопрос, пожалуй, может быть открытие выставки «Белоруссия живет, Белоруссия борется, Белоруссия была и будет советской» в ноябре 1942 года в Москве в Государственном историческом музее. Создана она была под документом, собранным Республиканской комиссией по сбору материалов по истории Великой Отечественной войны. Эта комиссия была создана еще 2 июня 1942 года Центральным комитетом Коммунистической партии Белоруссии. И 30 сентября 1943 года, буквально через год, уже Центральный комитет постановил создать Музей истории борьбы белорусского народа против немецко-фашистских захватчиков на базе уже созданной выставки. Следует отметить, что буквально неделю назад, это 23 сентября, был освобожден тогда первый районный центр городской поселок Камарин. Только начались первые шаги по освобождению Красной Армии территории Белоруссии. И вот партизанские отряды и бригады рассылаются радиограммы с просьбой собирать материалы для будущего музея. И вот реакция партизан на эту радиограмму она была крайне неоднозначной. Так, например, в партизанской бригаде Буревестни, когда получили эту радиограмму, вызвала массу негодования. Какой музей лучше бы прислали боеприпасов, патронов, пока комиссар отряда не сказал, ребята, если создается такой музей, значит победа близка. И своему саму он сказал, теперь не будешь ты бросать в гостер немецкие награды и погоны. И действительно, личный состав стал собирать материалы в специальные цинковые ящики от патронов, их закапывали в землю. И вот после освобождения уже территории Белоруссии эти ящики достали и привезли в здание будущего музея. Буквально вот за тот год с момента официального постановления было собрано более 10 тысяч предметов для будущего музея. И 22-го... была вера в победу, что в 42-м году уже еще... В общем-то ничего не было понятно, уже начинали собирать экспозицию. А как сейчас сегодня, как часто обновляется экспозиция в вашем музее? Как пополняются экспонатные фонды? Дополняются новые тематические разделы, появляются новые экспозиционные залы. Вообще следует отметить, что в наш музей ежегодно поступает по 700-800 предметов. музейное собрание насчитывает уже 28 коллекций, в которых уже 107 тысяч. Это основной фонд, 107 тысяч. И более 37 тысяч это научно-воспомогательные, это копии различных документов, материалов, А расскажите, пожалуйста, извините, что перебиваю, все-таки об этом экспонате, о вот этом пепле останков людей. Этот экспонат страшный экспонат, как и другие материалы из Малого Тростенца, это и бревно из костра, и богор, которым переворачивали трупы, носилки, на которых прах людей вносили на поля, кусок жести простреленной, им была обита яма-печь, они были привезены в наш музей еще в декабре 1944 года, когда работали первые две выставки музея. После работы на территории бывшего лагеря смерти Тростенец Чрезвычайной Государственной Комиссии. Чрезвычайной Государственной Комиссии также в наш музей были переданы затем фотографии о работе на месте вот этого лагеря, страшного лагеря. И вот самое, пожалуй, страшное еще то, что вот этот прах, это прах шести с половиной тысяч человек, которые не дожили всего немного, три дня до освобождения Красной Армии. Они были уничтожены в сарае и были привезены из минских тюрем. Немецкое командование буквально перед самым освобождением потребовало скрыть следы всех преступлений, уничтожив всех, кто находился в тюрьмах города Минска и в лагере на Широкой. А есть ли для молодежи какие-то просветительские программы в вашем музее? Помимо экскурсий, образовательных, обзорных, тематических, к музеям проводятся лекции, причем как в самом музее, так и с выездом в учреждение образования. Большой популярностью пользуется, например, лекция «Музей в чемодане», где наши сотрудники представляют и музейные экспонаты, и муляжи, до которых можно будет прикоснуться. Проходит акция «Солдатский треугольник». Во время этого, в рамках этой акции рассказывается о почте в годы Великой Отечественной войны, учат складывать этот солдатский треугольник и предлагают учащимся написать письмо, какое-то обращение, поздравление к ветерану Великой Отечественной войны. Анна Васильевна, вы сколько работаете в музее? С 99-го года. Ну вот сегодня, 70 лет, как уже закончилась война, для вас главный смысл работы музея в чем? Смысл, пожалуй, не поменялся с самого буквально создания музея. Хранить и помнить. Хранить память о войне и помнить об этой войне, помнить исторические факты и доносить их до нашего молодого поколения. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот именно, молодежь, наши дети, граждане нашей страны, молодые, чуть постарше, что они думают о нацизме, о фашизме и вообще помнят ли они об этом? Давайте послушаем и посмотрим. Простой опрос на улицах Минска. АПЛОДИСМЕНТЫ Я не понимаю нацизм. Я думаю, что все должны быть равны. Я отрицательно отношусь к нацизму. Я считаю, что нацизм, он неприемлем в современном обществе. Я против всего этого. Двоюродный дедушка был расстрелян немцами. Бабушка родная, она живет по сей день в городе Лепеле. Она находилась в концлагере. Жестоко нацизм. Когда не приемлют другую национальность, прежде всего, для меня это. Когда не уважают национальные интересы не просто государства, а простых людей, особенно религии. Я считаю, что быть нацистом это, во-первых, грех, во-вторых, это уже не модно. Деды наши воевали, ну как это вот понимать? Зло. В моем понятии, что это не очень хорошее слово, и все-таки вспоминаю о Второй мировой войне. Нацизм, когда нация считает себя избранной, а другие народы неполноценными. Корни пущены, полностью они сейчас начинают прорастать, это всем видно со всех, которые происходят сейчас события, поэтому, ну как можно к этому относиться? Все нормальные люди к этому относятся негативно. Больные люди всегда существуют, это их движение, их мышление, поэтому каждому свое, как говорится. Но я осуждаю это. Ну что ж, как говорится, не убавить, не прибавить. Конечно, глаз народа это глаз Божий, а наша с вами задача, наша общая задача стараться докричаться, достучаться до памяти наших детей, до памяти, общей памяти нашего народа, чтобы помнили, чтобы знали, чтобы верили и прежде всего, еще раз, чтобы помнили. Мы заканчиваем нашу программу и в память о всех жертвах нацизма я бы хотел, чтобы мы все с вами встали и почтили минуты молчания этих людей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...